Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мне хочется полюбоваться некоторыми домами, расположенными на улице Плехановской, города Воронежа. Конкретно ее самыми старыми домами, построенными давно и сохранившимися до наших дней. Мне было очень интересно узнать о них подробнее. Может и вам станет интересно. Сначала немного о самой улице Плехановской. Раньше это была улица Новомосковская. Проложена она в соответствии с генеральным планом 1774 года. А назвали ее Новомосковской так, потому что она являлась началом дороги на Москву. Это одна из старейших улиц Воронежа, одна из главных транспортных магистралей и тогда и сейчас. Так называлась она Новомосковская до 1918 года. И с этого года у нее теперь другое название – Плехановская. И до сих пор в честь Плеханова, выдающегося революционера, народника и марксиста, который учился в Воронежской на военной гимназии. И я вот сейчас хочу пройтись по этой улице, но не... По всей улице я вас проведу попозже. А сейчас вот первое старое здание – здание Мещанской управы. Построено в 1878 году. Это Плехановское 3 здесь здание. Очень красивый, интересный дом. Он уже стоял до прокладки улицы. Построили его, судя по планам города, в период между 1768 и 1773 годами. Образец чистого классического стиля. Трехэтажное такое здание. Первое трехэтажное здание Воронежа. Дом фабриканта Савастьянова раньше был. До июля 1942 года в нем размещались городские учреждения. Только в левом крыле помещались... Был такой губернский музей был. С 1894 по 1914 год. Во время Великой Отечественной войны здание пострадало от пожара. Его восстановили в 1957 году. И оно стало жилым с 12 квартирами. В 1982-84 годах проведены были работы по приспособлению строения под музей. И с тех пор, с 1984 года, это музей Никитина. В нем постоянно размещены экспозиции эпоха Петра I, фольклор Воронежской губернии, мемориальный кабинет Иртеля, Алексей Васильевич Кольцов, Андрей Платонов, Осин Мандельштам, скоро сказка сказывается. В музее часто проводятся разные мероприятия, встречи с писателями и поэтами и другие. Он памятник, в смысле он, оно, здание, памятником является историей архитектуры федерального значения. Стиль барокко, как вы успели уже заметить. Но я еще не посетила этот музей. В дальнейшем планах обязательно пойду и все хорошо рассмотрю. Естественно, покажу вам, дорогие мои зрители и друзья. На это здание я сейчас смотрю с противоположной стороны. Оно очень интересное, это здание, Наплехановская, 10. Построено в 1914-15 годах архитектором Замятниным. Очень красивое здание в стиле модерн. Возводилось оно для Волжско-Камского банка. Есть табличка даже на нем. После революции здесь был Кубернский союз. Лепнина такая красивая. Были раньше здесь бог огня, Гефест, и богиня Артемида, богиня плодородия и животных. Но потом это превратили на место Гефеста стал рабочий, вместо Артемиды колхозница. Памятник истории регионального значения находится. Здесь городская сейчас администрация. Вот я уже перешла через ту сторону. Очень мне нравится это здание. Фасад такой колоритный. Вообще его украшают полуколонны, аттик со скульптурами, помещенными в ниши и геральдическими разными рельефами. Во время Великой Отечественной войны часть фасада, все перекрытия обрушились. Несколько лет восстанавливали первоначальный экстерьер сооружения. Сооружено на месте сломанного двухэтажного здания купеческого дома жены Борисовой, купленного банком в 1913 году. И вот теперь это объект культурного наследия. Вот видите табличка? Ворско-Камский банк был. А это вот для обращения граждан. Так как здесь городская администрация находится, глава администрации, можно обращаться к гражданам со стороны, А вот издание, знакомое очень многим из вас. Я о нем как-то рассказывала, об этом красном кирпичном здании. Там во дворе бар-хлам находится, а на стенах слева и справа были изображены звезды российского и зарубежного рок-н-ролла. Но так как дом является памятником историческим, домом, памятник архитектуры, и нельзя на стенах ничего изображать. Было вынесено решение прокуратуры закрасить стены. Что и сделали. И понравилась идея, и воплотили они в жизнь. Теперь вместо граффити установлены проекторы. И в вечернее время изображение появляется на стенах, и люди любуются, фотографируются на их фоне. Этот дом, бывший магазин Вяхеревый, построен в 1904 году архитектором Неведровым. Стиль эклектика. Это такой стиль, где смешаны барокко, ренессанс и классицизм. Построен потомком известного купеческой семьи Аркадия Вяхерева. На первом этаже тогда, когда он был построен, был магазин обуви, ну и другие мануфактурные товары. Второй этаж занимала его семья, а верхние сдавали в наем. В советское время в доме располагался гастроном, который так и назывался красным магазином, из-за цвета здания, из-за красного кирпича, с которого построен. Сейчас это двухэтажный дом, жилой, многоквартирный, ну и является, как я уже сказала, памятником архитектуры реки. Это здание не сильно старое по сравнению с предыдущими. Оно построено в 1955 году, но я не могла о нем не рассказать и не рассмотреть его. Архитектор Неведров. Дом старых большевиков, так раньше это здание называлось, четырехэтажное, кирпичное, в стиле сталинский ампер, построен немецкими военнопленными. Квартиры в доме получили тогда представители номенклатуры и другие известные люди Воронежа. Здесь наблюдаются цветы, колонны, балюсины. Очень мне понравились балконы, особенно на верхних этажах с колоннами. Вообще, три этажа живут люди верхние, ну а внизу, как обычно, на оживленных улицах расположены многочисленные офисы. Вот, Плехановская, 18. Это как раз рядом с Плехановской, 16, где был магазин Вяхеревый. Вот какой красавчик дом, но невозможно пройти, чтобы не полюбоваться. Такие цветы из росы, всякие украшения. Но это ж надо так сделать красиво. Конечно, он молодой, по сравнению с домами конца 19 века. Но все-таки уже стоит вот сколько? В том веке 45. И в этом 23 года, значит, 68 лет этому дому. И вот я подхожу к огромному зданию на Плехановской, 29. Очень большое внимание заслуживает это здание из красного кирпича. Построено оно в 1894 году. С 1895 по 1902 здесь была школа слепых. По другим данным, до строительства 1901-1902 год. Ну, почему-то откуда взялись эти даты, если на табличке точно утверждено. Возведено это здание отделением попечительства императрицы Марии Александровны о слепых на земле усадьбы известного воронежского купца, потомственного почетного гражданина Клочкова. В конце 1885 года Клочков пожертвовал свою усадьбу для презрения незрячих. И здесь построили двухэтажное с полуподвалом кирпичное здание в духе эклектики с элементами декора в русском стиле. Во время Первой мировой войны здесь был хирургический госпиталь номер 10. В начале 1918 года снова здесь разместилась школа слепых. Во время Великой Отечественной войны прямого попадания снарядов не было, но пожара оно не смогло избежать, так же, как и большинство зданий Воронежа. Затем была реконструкция. Из 1959 года здесь прочно располагался стал Воронежский областной краеведческий музей. До сегодняшнего дня сохранились в этом здании изначальная планировка и объемы. частично сохранились напольное покрытие из метлавских плиток, форма оконных проемов, но рамы были в 1960 году заменены. Памятник архитектуры и культуры регионального значения. Экспозиции часто увозят в другие города, даже в другие страны для просмотра. Я много раз была внутри этого музея. Очень нравится. 179 тысяч единиц на хранении находится. Около 90 тысяч человек ежегодно посещают здание. Коллекция насекомых есть больше 3 тысяч. Я видела эту красоту. Удивительные бабочки. Это краеведческий музей с обратной стороны. Здесь даже каменные фигуры установлены. Мы проходили во двор во время экскурсии и внимательно читали, что здесь. Вот, посмотрите, какие. Необыкновенной красоты дом. Очень заинтересовались. Рисовала меня школа номер 35 на Плехановской, 39. Само здание трехэтажное, построенное в 1932 году в стиле конструктивизма. Это единственное в регионе здание, школа, в которой учились три героя Советского Союза. Дмитрий Чеботарев, его имя как раз носит, школа, был во время Великой Отечественной войны наводчиком орудия, героически погиб в бою. Второй герой Советского Союза, летчик Леонид Горегляд, 146 боевых вылетов у него, сбило лично 15 фашистских самолетов. И Семен Гурвич, тоже летчик, 114 боевых вылетов, много фашистской техники уничтожил. Мемориальная доска висит на здании. Здесь у заставы улицы Плехановская заканчивается. Но я хотела бы еще в следующий раз рассказать об очень и очень многих домах, гуляя по этой улице, которые помоложе тех, о которых я сегодня рассказала. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк и расскажите о своих улицах, о своих населенных пунктах. Может, мне тоже будет интересно. Очень благодарна вам за ваше внимание, за ваши просмотры и лайки. Всего самого-самого хорошего от всей души я вас желаю. Подписывайтесь на мой канал. Я вам очень-очень благодарна, кто еще не подписан. От всей души желаю мирного неба, крепкого здоровья, счастья и удачи во всех, во всех ваших делах, дорогие друзья. До свидания, до новых встреч.